Музыка Приветтос Амигас Вышло обновление У улиточек под названием Шквальный огонь Которое просто принесло походу Тучу каких-то всяких разных изменений Игра даже начала переход на новый Движок, от чего мне кажется У картошки должны Разработчики обглодать Кулаки по самые локти Нифига себе, тут просто игра на новый движок Переходит, а там Наклеечки вводят, которые Бонусы экипажам дают Я просто офигею, тоже, наверное на Берлин Там плюс 10 к скорости застали На плюс 20 к смелости, не знаю Как это там будет работать Вот, а тут на новый движок Там новая графика обновилась Новых карт Это две штуки, по-моему, как я понял Разрушаемость на картах на некоторых появилась Не то, что там бревенчатый дом снести Да, можно стенку теперь проломить И выстрелом или тараном Пока, не знаю, сейчас посмотрим Если в Берлиндос попаду Вот, Wargaming, насколько я помню Три года назад обещал Разрушаемость Два года минимум точно назад Я про это слышал от серба Ну, прошло два года А там как разрушались только эти Хатки бобров всякие деревянные На деревенских картах Так больше никакой разрушаемости не появилось Плюс начали вводить здесь уже англичан Значит, улучшили всякую воду, текстуру Танки типа более реалистичные стали Ну, вот это уже худшее состояние камуфляжа Внешний вид сейчас покажу Раньше, то есть я Когда делал худшее состояние камуфляжа Танк был просто, я не знаю, как будто Из ада откуда-то вернулся весь черный Теперь он менее покоцанный В самом худшем состоянии камуфляжа Но уже более как-то, не знаю, все равно Выглядит реально ржавче Ну, вот здесь под башней появилось что-то Вот, я не помню, чтобы она вот здесь была Вот, а почему дополнение шквальный огонь? Потому что ввели установки всяких залповых Залпового огня, различная техника, которая А, теперь ее имеет на борту Раньше только один танк был А теперь вот их несколько Самоходочка Еще у кого-то, у немцев, по-моему Сейчас посмотрим Танк где-то здесь есть С залповым огнем Это не он Это не он А может я что-то путаю А, вот он Ну-ка, пробный выезд Да, ясно, мне пофигу на вашу погоду Дайте Дайте Из залпового огня фейерверк-то дать Заодно надо графоний потестить Не будет ли он лагать Потому что я все настройки выкрутил специально А лишь бы пиксели не сыпались Как в армате В армате просто пипец Невозможно ничего записать Чтоб картинка вся не рухнула Я не знаю, как они так делают Так, че, как Как стрелять-то из этого Чуда техники Где враги? Вон враги Новое управление Выгрузы пилили Но я отказался Я к старому-то еле привык Это че за дальность такая? Нету вертикальной наводки В прицеле Ладно В честь нового патча тулиток Салют Ура Давай Жарь Ёптеть Че-то как-то она Скорострельность какая-то не очень И хрен из нее попадешь Мне кажется Ха-ха Да Мы попали Хотя Не попали По картинке Вообще-то не попали Ну че Попадание-то будет Какое-нибудь сегодня? Давай родная А че, все кончилось что? Как новогодний салют Какой-нибудь За пару тысяч Сколько бы там залпов не было В конце все говорят А че, все? Ха-ха-ха Да, прикольно Я когда похожую машинку Собрал эту модельку Всклеил Разведмашина-скаут Но у нее не было Такой шикарной Залповой установки Пойду его в упор Ушатаю Мне хоть интересно Че будет если попасть Как он разлетится-то? Это какая-то Установка ближнего боя По-моему Зря Зря прицел не сделали Ура Попадание Ну ваншот естественно Я бы удивился Если бы ваншота не было Может попытаться в Маус утащить О, нифига Т-95 Ну-ка давай Да Это Это не межконтинентальные ракеты Они туда могут и не долететь О, даже перелет Нифига Сейчас попадем Значит Да че ж такое-то Господи Да Я не знаю Я не завидую тем людям Которые Че Ваншот Ваншот Да Ну она ваншотит Но Компенсирована Ее ваншотность Компенсирована тем Что хрен из нее попадешь Надо было хотя бы Вертикальные черточки В прицеле-то сделать А как без них стрелять-то Не знаю Не знаю Но об этом будут париться Те кто купил эту машину Я-то собственно не из них Ну а самое-то главное Самое-то главное Я упомянуть Это забыл В реалистичные бои Вернули Частично вернули маркеры Которые теперь срабатывают Как-то если там Что-то по врагу стреляют Не знаю Я бы на их месте сделал Что маркеры появлялись После того Как противник выстрелит Потому что Ну все слышат звук Примерно понятно Откуда звук В какой стороне враг стоит То есть что-нибудь такое Как-то делать маркер Танка По которому уже кто-то стреляет Тем более что Большинство выстрелов В этой игре Это ваншоты Не знаю Надо смотреть Сейчас посмотрим Реалистичные бои Так На чем же поедем В реалистичные бои Может на немцах Что-то неохота Американцев у меня нету А ну да Англичане Дайте посмотрим Как на Да-да-да Англичане Говорун-то Птица важная Как мы знаем Поэтому Какой-то Скажем так Представитель От разработчиков Прислал мне код На Пак Этих самых Английских танчиков Вот Ну еще С меня бан Конечно Сняли тут небольшой Вот Значит Танк Значит Четвертого Третьего Второго И первого Левела Я не знаю Из них невозможно Сейчас составить Какую-то Линейку Машин Для реалистичных Боев Так Значит Боевой Рейтинг 6 5 4 3 2 1 Нет У второго Левела 3.7 Какой Крупненький Боевой Рейтинг Мне кажется Для машин Второго Левела А шестерка Для четвертого Левела Ну это А у советского Сейчас сравним Где у меня четвертый Левел Советского Танка Сейчас Посмотрим Дети Исследования Вот четвертый Левел Тяжелого Танка У них 6.0 6.7 У топового А 6.0 У стокового Танка Да Но тут В чем проблема В том что Я лучше бы Блэк Принцу Честно говоря Боевой Рейтинг Наверное Занизил Потому что У него Пушечка 76 Миллиметров Хлопушка Хлопушка Я не знаю Даже Кого Она сможет Пробить Кого Он сможет Пробить Из этой Пушки Это Конечно Сейчас Поглядим Что у него Тут есть 228 Миллиметров Пробитие Ага Броневой Остроголовый Снаряд Хотя На рисунке Он не очень Остроголовый Но тут Пробитие Уже Меньше Возможность Использует Снаряд Шот МК-8 170 Чуть Больше Пробитие Но я Что-то Не вижу Здесь По-моему Какие Из этих Снарядов Ваши Любимые Каморные Про которые Вы мне Постоянно Пишите Я таких Не вижу Мне кажется Что Поражающее Действие У них У всех Поражающее Действие В общем Наверное Лучше Стрелять Вот этим МК-1 У него И пробой Приличный Но Более-менее В принципе Вот Что касается Брони Этого Танка Это Блэк Принц В Картохе Я на нем Играл Он был В лоб Вообще Практически Не пробиваем Посмотрим Как оно Здесь Обстоит Вот Видите Вот эти Полки Вот Они Лесенка Идут Этим Каскадом И ни одна Из них Не пробивалась А в Эту Это Был У Картохе Это Был Рикошет Если Я не Шибаюсь Тут 57 Миллиметров Брони Да Вот Вертикально Эти Катанные Гомогенные Брони Хотя 152 Миллиметр Брони Это Можно Пробить Я думаю Здесь Если Не стрелять Под Какими Либо Углами Хотя Да Под прямым углом Приведенка Вон здесь В пулемет Стрелять Ну Зачем Стрелять В пулемет Когда Здесь Есть Вот Эта Полка На башне Прямо В нижней Нижняя часть Башни Она Смотрите 50 Миллиметров Брони То есть Как обычно Танк Будет Ваншотаться Наверняка В башню Тем более Что За ней Что там За ней За ней Аккурат Аккурат За самым Картонным Местом В этой башне Находится Яйца Заряжающего И наводчика Который Естественно Сразу же Оторвет Ну Боекомплект Разложен Внизу Хотя Вот Вязанка Боеприпасов В башне Есть Потому что Насколько Я помню Блэк Принц Очень Скорострельный Танк Был В Картохе Но Если Снаряды Так далеко Лежат Как 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 Тогда он Может быть Скорострельным Непонятно Броня Чем Боекомплект Прикрыт 95 Миллиметровый Значит Что еще По экипажу Здесь у него Сразу Видим Два Водителя Один Поворачивает Налево Второй Направо Один Грибубля Второй Грибибля Ну Вернее Наоборот На самом деле Нет На самом деле Здесь конечно же Стрелок Радист Сидит Но В такой же Позе Как Водитель Обычно Не знаю Стрелок Хотя бы Как-то По-другому Не знаю Расположен Здесь Прямо рядом Стрелок Радист Обладает Пулеметом Все понятно Значит Firefly Scorpion Такого Танка Я в Картохе Не помню Что здесь Написано 33 16 05 Тирзиник Какой-то Ну Это Похоже Адски Похоже На Шерман Наверняка Это Какая-то Английская Версия Этого Танка Может Просто Слезали Что у него Тут По бронированию Ну Угол Брони Такой Довольно Неплохой Но Она Сама По себе Походу Тонкая Да А 50 Миллиметров Брони Ее Не знаю Можно Подбежать Наверное Пальцем Проткнуть Что-то 80 50 Да Абсолютно Картонный Танчик 72 Миллиметра Пушка Недалеко Недалеко От него Ушел Тяжелый Танк Блэк Принц Жесть Какая Внутри Все Понятно Но Единственное Что Англичане Видимо Знали Толку В расположении Боеприпасов Все Боеприпасы Внизу В башне Вообще Ничего Нет Поэтому Если Танк И будет Убиваться То Будет Убиваться В нем Экипаж Боеукладка У него Взорвется Едва Ле Только Если Понизу Шмалять Как удобно Что у Улиток Можно Вот эту Тему Посмотреть Обалденно Ахиллес 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 Это Тоже Похоже Больше На Американскую На американскую ПТ Даже Звезда Американская Точно Американская Точно Английский Танк Вообще Описание Пока Не Готово Понятно Посмотрел Это Английская Модификация Американской Сау Ну В общем Видимо Как и Firefly Скорпион Тоже Скорее Сего Модификация Значит Ну Ахиллес Все мы знаем Что у Ахиллеса Было Одно Единственное Уязвимое Место Здесь Оно Хорошо Видно Что Это Отсутствие Крыши Видимо Ахиллес Ну 72 Опять Пушка Какая Мелкая Блин Я не знаю Англикосы Любили Видимо Ставить На свою Технику Какие-то Мелкашки Хотя Здесь Левел У Ахиллеса Второй На второго Левела Это Наверное Вполне Себе Тут Видно Что Броня Даже Какая Присутствует Целых 38 Миллиметров Обалденнейшей Брони Я не знаю Сомнительно За этой Броней Скрыты Сразу Радостные Лица Стрелка Радиста И водителя Как раз За этой Фиговиной И Боеукладка По бортам Ну и В башне Снаряды Присутствуют Тут уже Кого-то Раком Нагнули Наводчика Кто он Смотрит Интересно Да Ну и Первого Левела Здесь А13 МК Ну это Капсула Смерти Когда Вот так Дружненько Стоят Танкисты В башне Это их Одним Выстрелом Всех Оттуда И убирает В общем-то Базара Нет Что это О А зато У него есть Фартук Красной брони Непробиваемой Целых 28 Миллиметров Все остальное Видимо Вообще Там Не знаю Из фольги От шоколадки Получается Ладно Обо всех Этих танках Возможно Когда-нибудь Я и скажу Чего-нибудь Подробнее Сейчас просто Сейчас просто Уже охота Пойти Поехать Заценить Изменения Реалистичные Бои Чего там Четвертый Левел Понеслась Понеслась Давай Берлин Хочу стенки поломать Посмотреть Как оно будет Вот Есть разрушаемость Как я понял Из видео Так Где мои правильные Снаряды Это неправильные Это неправильные Это неправильные Эй О черт Где подкалибер Судя по всему Я просто забыл Что-то поменять Что-то установить Давно Давно не заходил Фугасы О Поражающее действие Ну у всех снарядов Написано Поражающее действие Будем считать Что они все Заброневые Давай вот этого Так Ага Ага Стандартный камуфляж Варианты есть Нету Тут еще кстати Какой-то экспериментальный Голосовой чат Я надеюсь что никого не будет Сейчас слышно постороннего Ну что Оценяем Что тут Насчет разрушаемости Как насчет разрушить Вот этот сарай Видимо Видимо этот дом Пока не разрушается Да Черт возьми Как же долго Ползает этот Блэк Принц Это Было мало Мауса Было мало Мауса Или теперь Блэк Принца Было мало Мауса Нифига себе Какая Это Прям скороговорка Для логопедов Для детей Которые Элни выговаривают Было мало Мауса Было мало Мауса Блин Нет все таки Было мало Мауса Это круто Это круче Ё-моё Вообще Слушайте Я не знаю Как будто Я по какой-то Речке на плоту Сплавляюсь Он вообще не едет Где у него Скорость Может Мой мехвод Не знает Как вторая Включается А что за 15 километров Ооо Пошел разгон 20 километров Ух Страшно Надеюсь Подушки безопасности То есть 17 километров Ё-моё О нифига Это кому там Памятник такой Наверное Георгий Победоносец Наш Я не знаю Переправа Через Рейн Ну Чёрт узнает Кому там Эти Рейнчане Поставили Памятник Разрушаемость Не завезли Что ли Спрашивает кто-то В чате Да Я тоже Выстрелил В первый Попавшийся Дом Я думаю Что Невозможно Было Сделать Разрушаемость Всех зданий Я думаю Что Какие-то Определённые Места Только Рушатся Надо Просто Пока что Понять Какие Именно Ой Чё это С 44 В бой Попал Обалденно Исы Вторые Ну всё Правильно Да 6.0 Не Я Понимаю Но 44 Это разве Не слишком 6.0 Это первые Топы Четвёртого Левела Должны Быть Да Сейчас Короче Блэк Принцы Походу Дрюкнут Ну что Да Перезарядка У этого танка Я не скажу Что быстрая Для его Маленькой Пушечки Всё-таки Он Ради баланса Должен Перезаряжаться Намного Быстрее Но Опять же Повторюсь Что с таким Расположением Боеукладки Которую я Полностью Забил По привычке Ну Потому что Я не думаю Что мне кто-то Будет в днище Стрелять Боеукладка Здесь расположена Как-то Очень демократично Она не должна Сдетонировать Хотя как тут Осколки Разлетаются Я думаю Итак Обратим внимание На миникарту Вот чувак Засветился О у меня есть Пулемёт Вот Видно да Где враг Наконец Блин Если я когда-нибудь Туда доеду На этом Черчилль На этом Блэк Принсе Почему он Черный Принц Черный Черный Властелин Они бы еще Танк назвали С такой Маленькой А ну да Нет Черный Властелин Это Версия Этого танка Со 150 Миллиметровой Пушкой Должна Была быть Вот Черный Властелин Да С такой Елдак От Зверобоя Поставить Фугасный А так Да Черный Принц С маленькой Пиписькой Когда Пиписька Вырастет Будет Черный Король А вот Я и приехал К этому Ансамблю Ангелы Святой Марии Они кому-то Венец Протягивают Это Видимо Валькирии Какие-то Наверное Это что Или что Это за Крылатые Бабы Вы каких-нибудь Еще крылатых Баб Знаете Так Да Тут Кстати Ввели Слежение За целью На правую Кнопку Типа Подобие Автоцели Из картошки Но я Отказался От этого Управления Мне кажется Здесь оно Не особо Имеет Смысл Я Пожалуй Лучше Буду На правую Кнопку Прицеливаться Еще Что-то Сделали С камерой В Симуляторных Боях Но я В них Ни разу Не играл Поэтому Сравнить Не смогу Как там Было Раньше Ну что Я уже Наконец-то Добрался До войны На этом танке Потому что Им бы Знаете Общую Скорость Игры Поднять Потому что Ну серьезно Очень долго Танки Едут Очень долго И сейчас Меня ваншотнут И это будет Как раз Именно то О чем Я все время Говорю Едешь Долго Умираешь Быстро Я вообще Никого Не вижу Я не понимаю А теперь Наверное Самолеты Могут Цель Пометить Если Из пулемета По ней Простреляют Наш Самолет Малет Летает Конечно Но мы Уже Продавили Направление Мы походу Всех Поубивали Врага Можно Не искать Походу Больше Врагов Нигде Нет Нет Что-то Пока Что-то Суть Разрушаемости Пока Что Как-то Не раскрыто Ничего Не удалось Еще Разрушить Сука Эти маленькие Колесики Не знаю Они танк На роликах Сделали Как будто Как он Вообще Что-то Гейская Машина Неудивительно Что Англичан На их Острове Заперли С такими Танками Ну что Враги Так Где-нибудь Есть Вообще Я Блин Просто Офигеваю Война Закончится Раньше Чем Блэк Принц До нее Доедет По-моему Это Ужасно Да Офигею В натуре Всех Уже Убили А Блэк Принц Все Едет И Едет И Едет Он все Ползает Он Блин Как гусеница Он ползает О Мать твою Наконец Бам Посраки Дым Дым Ничего не вижу Рассейте дым О Убили кого-то Офигенно О Нифига Ты материализовалась Выйди в сторону Нахрен А Это Его Башня Торчит Круто Смотрите Они даже Не замечают Что я здесь Давай Блэк Заряжайся Заряжайся А Та Та А чё Бояукладка Не рванула А кто же Её Знает Да Два Фрага ПТХ ПТХ Меня Запалило Начинает Разворачиваться Я эту ПТХ В боях Ещё не видел Куда она Пробивается Не ведаю Задняя Скорость Просто Асфальтового Катка У Блэк Принца Снова Дым Ничего Не видно Да Мне кажется Что эту Эту дуру Не пробить Это просто Читерная Какая-то Машина Ааа Получи Получи Сволочь У неё пушка Тоже не очень-то Большая Ну-ка Пододвинься Видно Куда он Целится Он не смотрел Зоны пробития Блэк Принца Ну правильно Нахрена Снежинка Сейчас Снежинка Погоди Ааа Сука Какая падла Вскрысила Блэк А он ещё жив Он ещё жив Нет он сдох Ну сволочь Блэк А Собака бешеная Сюда два часа ехал Чтоб ты у меня фраги воровал Говноед Э О какие-то звуки Радости ввели Ну чё за фигня Не ну я нагнул Конечно Я бы сильнее нагнул Если бы этот танк Чёртов Быстрее ездил Он просто Вообще Не Уж до чём Я маус Маус Выбесил Блин Но Блэк Принц Это конечно Просто маус В квадрате Это такой маус Что просто О знак Отличия Почти прокачал Вандерфул Так Блэк Принц Отправляется Как его отсюда МК-8 МК-8 Вот как У англичан Всё просто МК-6 МК-4 Причём МК-6 Почему-то хуже Чем МК-4 Ну ладно Я не сильный эксперт В этой фигне Значит Напомню Да Что жало У Скорпиона Всего-то 76 мм Пушка Орданс Посмотрим Как он А Чё за движок У него 36 Масса Мощность Движка 485 Могли бы И побольше Поставить Честно говоря У Т-34 По-моему При таком Примерном весе Движок Посильнее был Я чё-то путаю Да При таком же весе У них 606 Лошадиных сил И скорость 55 Ну блин Мне и Шерман Ни в одной игре Никогда не нравился Я представляю Что тут Английская версия Его Сейчас будет Выделывать Заварили Правда Какие-то наблюдательные Люки Судя по всему Здесь Да Это же Здесь А нет Они выше сидят А чё это Тогда за сиськи Здесь на танке Нахрен Нужны Непонятно Доп броня Доп 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 По-моему Да Это похоже на то Что заварили Чтобы Не огребали Экипажи Боеукладки Ладно Поехали Заценим Чё ты можешь Ну он тоже будет Медленный Конечно Но не такой медленный Как чёрный Чёрный принц Тот вообще Конечно Гусеница Хрюшкинский лес Сюда Насколько я понял Разрушаемости Не завезли Но учитывая Что я её и там Пока не заметил В принципе Наверное Небольшая потеря Так Ситап Чё тут за снаряды Где мой МК-8 Вот этих Надо взять А эти Надо вывалить Куда-нибудь Ну чё 20 24 снаряда Да Не Я столько раз Не выстрелю 15 И хватит А я говорю Хва Так Так Поедем-ка мы Там где Стыжки Появляются Наверное Внизу О Нифига Новый значок Для артиллерийского удара О Ну После Белэк Принца Этот танк Мне кажется Гоночным Хотя Ползает Он тоже Еле-еле Да Графика Конечно Здесь Красотища И не лагает И фпс Не проседает Учись Грёбаный Проект Армата Чёрт бы вас Побрал С вашими Голюнами Как колёсики Подпрыгивают Да Вот много У меня конечно Было претензий К этой игре Но никогда Но никогда Они не были В адрес Графики И физики Это просто Это шедевр Причём Гибкая настройка Графики Позволяет Играть в эту игру Даже людям На слабом железе Чего конечно же Нету У танчиков От mail.ru Где они Очень страстно И мощно Рекламируют Свою игру Но хрен ли Толку её рекламировать Если большинство Людей Не могут В неё играть Из-за отсутствия Оптимизации Чёрт бы их Побрал Тоже Блин Гениальные Пиар-агенты У них Так что Да Улитка Улитка Настигает Делает Делает Мощные шаги Вперёд Единственное Что не очень Понял Тема Тема Новых маркеров Не очень Раскрыта Я думаю Что над ней Надо будет Ещё поработать Советую Всё-таки Ввести Какое-то Обнаружение Врагов При выстреле Вот Если враг Выстрелил Да И в зоне Каком-то В зоне Слышимости Выстрела Был ваш Союзник Он должен Передавать Координаты Причём Координаты Не точные Такие Я бы так Сделал Да Вот что Не маркер На миникарте Появляется А появляется Какая-то Область Где Ну Примерная Область Где точно Есть Вражеский Танк Который Произвёл Выстрел И этим Реализму За который Трясутся Фанаты Вартандера Они же Реализм Реализм У нас Реализм 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 От этого Ничуть Не пострадал Реализм Остался бы Реализм Зря я Наверное Здесь появился Опять Все уже Воюют Наши Союзники Судя по Миникарте Цепочкой Прочёсывают Местность Вроде Пока Ещё Никто Не помер Тени Да Осенние Красоты Надо Доехать Надо бы Морскую Карту Посмотреть Там Вроде Говорили Что Волны Теперь Будут Классные Классные Волны Это Тема Ну А как Теперь Нацелить Ага А теперь Удобнее Артиллерию Кидать На кого Либо Потому Что Он Будет На Миникарте Подсвечен Как я Понимаю Мой Танк Уже Прилично Подзапылился И поэтому Он стал Более Камуфляжный Но Здесь Конечно Деревья Зелёно-жёлтые Песочный Камуфляж Только Мой Не Очень Катит Звёздочки А не Патч Надеюсь Это он Говорит Что Классные Классные А не Патч Чё Собственно Не нравится Графика А Ну Это Типичный Видимо Игрок Который Играет На Лоу Настройках Чтобы Без Кустиков О Это Уже По Мне Стреляют Но Это Бот Наверное Да Так И вот Теперь Я могу На него Кинуть Арт Удар Кажется Это Так Работает Не Пробили Как Приблизить Чё Ближе Нельзя Что По-моему Раньше Сильнее Приближал Снаряд Не Сейчас Я Подожгу Его Наверное Где там Артиллерия Чёрт Он даже КВ В задницу Не пробивает О чём Тут Говорить Что Это За Танк Такой А Я Фугас Твою Мать Прошу Прощения Слишком Охреневая От графики Я что-то Провафлил То Что У меня Снаряды Не Включены Да Это И Бот Был Какая Раньше Так Для Разминочки Он Бахнул Он Помер Не Очень В кустах Но Естественно Что В первую очередь Заценят Обновления Те кто Играет На Высоких Настройках Графики Потому что И все эти Красивости Которые стали Ещё красивее Это конечно Да Ну и А физику Они Ещё Более Ещё Больше Доработали Или Что-то Там Было Чёрт Ты что В гору Не залезешь Ещё Скажи То есть Физика Стала Ещё Более Физической Как Я понимаю Сейчас Танк Очень Уверенно Скользанул Так Я Просто Отвык Пока Не играл Слушай Альпинист В гору Быстрее Залезет Мне кажется Без страховки Чем этот танк Ага Маркер Какой-то Там Появляется Ну что Мы проигрываем Надеюсь Я успею Повоевать Да Мы уверенно Проигрываем Отлично Грунт Не продавливается Чувак Может Это танк Мало Весит На чём Ты там Ездишь Грунт Какой Грунт Я вон В траве Вообще Ничего Не вижу Никакого Грунта Трава Гнётся Трава Вообще И при этом Она Ой Я надеюсь Что на записи Не будет Картинка Сыпаться Я пока Ещё Не смотрел Но Если сыпется Имейте ввиду Что у меня Качество Просто Охрененное И при этом 60 фпс Стабильненько 50-75 Что-то такое Да Трава Как знаете Как в Ведьмаке Наверное Может так Сравнить По качеству Ну Как обычно Недовольных Масса Что-то Всем Кому-то Что-то Вечно Не нравится Рекорд По недовольству Побьёт Скоро Картоха Когда Рубикон Свой Выпустит У него Уже Обзорного Ролика Дислайков 35 тысяч Чё ж Будет Когда Патч Выйдет Все Все Его Прохавают Так Ну Врагов Как обычно Нигде Не видать Всё Наконец-то Доехали Доехал До войны Господи Неужели Конечно Можно Долго Наслаждаться Этой физикой И движением Танка Но Никогда Тебе Надо Приходится Ехать По 20 Минут До Точки Боя Им бы Вести В эту Игру Знаете Пве Миссии Против Ботов Такие Простенькие Вот Они Мне кажется Спросом Больше Пользовались Опять Мы Поистребили Всех Ботов Команда Врага Захватывает Точку Б Нифига Дерзко Дерзко Вот Я вижу Как Кого-то Маркер Цели Появился Пропал Защищайте Точку Б Защищайте Точку Б Давай Арту Могут Окинуть Издалека Косая Арта Будет Сейчас Я с тыла Подъеду Если меня Здесь Из кустов Никто Не снимет Задев Вашу Точку Так и Быть Опять Тут Трудно Что-либо Разглядеть Среди Этой Красивой Графики Танки Просто Незаметно 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 Развил Мой танк 21 км Ага Вот Получи, вражина, залп. Сейчас посмотрим, что там будет. В реализме, как арта там мощно дамажит или нет. Опять кусты, через которые ничего не видно. Стеной сплошной просто понавыросли здесь. Понавыросли. Ага. Это телега. Похожая на танк. Что-то я не вижу врага. Где он захватывает-то? Или уже не захватывает? А вот, наконец-то, моя артиллерия соизволила сюда бахнуть. Море профита, прямо скажем. Шквал. Шквал. Ну, началось. Ёпта, откуда? Кто-то, чего. Где захватчик-то стоит? Я не вижу никого. О. Понятно, блин. Ещё и тигр. Ну, чё можно с моей пушкой сделать тигру? Я не понимаю. Обходит меня справа супостат. Получи. Получи. Плюха престижа. Сука, я ему сейчас. Мы ещё поборемся, ёпта, давай. Да ладно тебе. Какие ромбики-то чё? Я же вон на каком танке играю. Нужно контратаковать. Ну, блин, конечно, да. В реализме толку от вот этих маркеров никакого. Как я и не видел врага никогда, пока в упор к нему не подъеду, так это и продолжается. То есть, на любителя я повторюсь, что маркеры стоило добавлять, которые реагируют на звук выстрела или на что-либо ещё, но только никогда по танку кто-то стреляет. А если никто не стреляет, то танк невидимый. То есть, эти маркеры, которые на них ввели, они не мешают людям стоять в кустах и ждать. Это минус. У меня нет столько терпения, чтобы играть в таком стиле, ездить, высматривать, где там кто стоит, кто где спрятался. Это невыносимо просто ехать на танке со скоростью 10 км в час и ждать, когда же ты врага встретишь. Знаете, уже просто всё внимание, оно куда-то улетучивается, потому что ты едешь уже 15 минут и ничего не происходит. Тут невозможно сохранять какую-то сосредоточенность. Вот опять же, блядь. А я вот это нахрен, понятно всё. Да. Величайшее. Величайшее сражение. За ту карту-то какую запилили, офигеть. Реально, прям ещё врагов на ней пометьте, может тогда лучше станет. Ну а в аркаде поиграть, к сожалению, так и не удалось. То есть вообще онлайн после патча просел, 20 тысяч в 5 часов вечера. Но, видимо, не все просто ещё успели скачать это обновление. В общем, в целом, что можно сказать. Ну, графику завезли, отличную, как обычно. Ещё бы геймплея чуть-чуть завезли, было бы вообще идеально. Потому что реализм для меня так и остался неиграбелен. Эти маркеры цели, которые появляются, когда кто-то по кому-то стреляет, не дают вообще ничего, на мой взгляд. Вот, разрушаемости замечено не было, поэтому ничего сказать не могу. По этому поводу. Но мне кажется, будут рушиться какие-нибудь специальные стенки в специальных местах. Я не думаю, что можно будет рис так просто разбомбить, превратить его в дырявые руины. Вот, а насчёт того, что завезли графику. Ну, я не знаю, есть ли смысл её вообще завозить. Она была и так на высоком уровне. При том, что я думаю, что у 30% игроков она отключена из-за того, что железо не тянет. И ещё у 30% она отключена, потому что кусты мешают стрелять. То есть, реализм и игра, блин, только в городах. На таких открытых картах это, я не знаю, просто тоска какая-то. Ты едешь, едешь, и едешь, и едешь, и едешь. 10 минут, сука, едешь. И когда ехать тебе уже надоело, ты, естественно, встречаешь врага, которого провафлил, да? Потому что, скорее всего, ты там, не знаю, смотрел уже облака, считал ещё что-нибудь. Тебя, естественно, отправляют в ангар. Ну, это никуда не годится, по-моему, та ещё борода. Уберите просто из аркады хотя бы свой зелёный прицел, раз вы не можете реализм нормально сделать. Допилить его до ума. Вот, системы залпового огня, как я понял, все за донат, поэтому в больших количествах в боях они встречаться не будут. А учитывая, какие они косые, я думаю, они и в маленьких количествах встречаться не будут. Ну, а по поводу англичан вы всё сами видели. Абсолютно инвалидные танки, которые еле ездят. То есть, на любителя. Всё на любителя. Ну, в общем, надеюсь, вы довольны. Довольны все те, кто просил записать видео по поводу нового патча. Вы просили, я сделал. То, что я играл как рак, я и сам прекрасно знаю. Просто реализм, игра без маркеров, она вообще не для меня. Она для узкого, очень узкого круга людей. Примерно вот несколько тысяч из всего населения стран СНГ, которые играют, по-моему, в реализм в War Thunder. Все остальные предпочитают играть в аркаду или в какие-то аркадные игры, где врага прекрасно видно среди кустов. В общем, на этом всё. Пишите, что думаете. Пойду играть в аркадного Бэтмена.